Копатели песка поймали с поличным этот карьер. Экологи обнаружили у деревни Куюки Пестричинского района. Экскаватор и грузовик вели добычу на площади почти в 2000 квадратных метров. Один из таких нарушений инспекторы выявили за апрель и май. И еще более полутора тысяч свалок, хотя предприятия стали дисциплинированнее. Становится меньше наших действительно промышленных свалок. Ну и большие штрафные санкции тоже, я думаю, это не в пользу экономике предприятиям. Тем более при облетах это все фиксируется. И бывало то, что на момент вываливания мусора тоже наши инспектора ловили. Я вот была очень удивлена, что в центре города все-таки оказались свалки. А вот население мусорить меньше не стало. Диана Сафина фиксирует нарушения и отправляет народный контроль. 70 заявок за месяц. Активность девушки оценили. Студентка заняла второе место в конкурсе минокологии. Была хорошая погода, и я решила совместить приятное с полезным. Я гуляла и посмотрела на свалки. Там, где сложно отследить нарушителя, запускают бодрокоптер, беспилотник и ставят фотоловушки. Так ликвидировали 94% всех свалок. Выписаны штрафов на 19 миллионов рублей. На генеральную уборку вышли все республики. Экологи подсчитали. В разных акциях и субботниках приняли участие 1 миллион 168 тысяч татарстанцев. По дворе мы регулярно убираемся, да. И ребенка своему прививаем тоже. Это зависит все от воспитания, да. Как дома. Если они на улице ссорят, значит и дома они могут себе это позволить. Вот. Не кинул же. Несу. Довольно. Перед чемпионатом мира экологи перешли на усиленный режим контроля воды и воздуха. По городу стоят сразу несколько передвижных лабораторий. Одна из них прямо у студенок Казань-Арена. Данные в режиме онлайн передаются в министерство. Следят и за качеством воды. Берут анализы ежедневно. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Берут анализы ежедневно.